МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости премиусе в эфире. Мы подводим итоги уходящей недели. Здравствуйте. Сегодня в программе. Минувший четверг в Матвеевом Кругане состоялось торжественное открытие улицы Воронежской. А в Алексеевском поселении большим событием стало открытие водонапорной башни. Подведены итоги конкурса «Миусская волна», в котором принимали участие таланты премиусе. За оскорбление полицейских и стриптиз у отдела МВД 40-летнему Матвееву Курганцу грозит крупный штраф. И теперь более подробно о событиях минувшей недели. Минувший четверг в Матвеевом Кругане состоялось торжественное открытие улицы Воронежской. Осень этого года стала знаменательной для всех жителей улицы Воронежской. Появилась асфальтированная дорога, о которой они все так давно мечтали. Мы эту улицу давно ждали, когда нам сделают такую красивую, благоустроенную улицу. И, наконец, дождались. Я думаю, каждый житель огромное спасибо скажет и администрации, и рабочим. Они работали в любую погоду. У вас и выходные, и дождь, и был снег даже в это время. И они всегда работали. Когда бы не вышел, они все время что-то делали. Ну, теперь у нас, наверное, самая красивая улица Матвея Кругане. Большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве этой дороги. Не все было гладко, и погодные условия мешали работе, и человеческий фактор не всегда шел на пользу дела. Однако и районная, и поселковая администрация проявили последовательность в своих словах и действиях. Были проблемы, решали их там, и съездами, помните, ну, разные проблемы, тем не менее. И также особую благодарность выразить вам за терпение, что вы выстояли вместе с нами, что эта дорога построилась. Пускай она будет служить людям на благо, чтобы она стояла очень-очень долго. Руководство района не намерено останавливаться на достигнутом. Будет праздник и на других улицах. Ну, самое главное, вы знаете, у нас есть понимание того, что надо делать качественно, лучше жизнь. И мы будем дальше. Вот сейчас сделали вот эту, потом запланируем, вот пойдем в следующую. Следующая мира. Да, переулочки начнем это самое. Вот здесь, может быть, улицы, а вот на том поселке, вот где вторая школа, там начнем переулочки уже как бы соединять, потому что улицы там как бы уже есть. Вот. А в целом, вот я хочу сказать, как бы там трудно, тяжело, это самое. Главное, у нас потихоньку, ну, мы движемся вперед, что-то получается как бы камешек к камешку. Разрезается символическая красная ленточка. Улица Воронежская открыта. Галина Запорожцева, Сергей Лодочников, телекомпания «Премиуси». На этой неделе разрезана еще одна красная лента. В поселке Надежда запустили водонасосную станцию. Это стало большим событием для жителей четырех населенных пунктов Алексеевского поселения. У нас есть такая, ну, хорошая традиция. Мы вот с каждого вот такой ленточки кусочек оставляем, подписываем где, что, когда открывали и настыл. Хутор Степанов, Алексеевка, Александровка и Надежда теперь будут обеспечиваться более качественной водой. Это могло произойти и раньше, но подрядчик не довел дело до конца. Районная администрация изыскала средства, что позволило завершить работы и пустить водопровод. Более трех тысяч человек могут радоваться этому событию. В стороне пока остались жители тупиковой улицы Меусской в поселке Надежда. Проблема одна. Осталась наша улица одна, улица Меусская. Она тупиковая. Вода вся сливается, и в одну нашу улицу именно поменяли трупы. И сейчас полностью идет коричневая вода. Уже четыре двора обрезали. Сейчас получается у меня лично последняя вода тупиковая. Я сливаю грязную воду и сливаю в воздух. А все на счетчик идет. А мы в доме три инвалида. И таких ресурсов мы не найдем. Вот это самая главная проблема именно по нашей улице Меусской. Сами жители предлагают свое решение этой проблемы. Все зависит от администрации. Надо новый водопровод проложить. Все у нас, вот там сколько у нас домов? Домов 30, наверное, на этой улице. И она получается тупиковая. Где-то сотку капроновой трубы бросить. И подсоединиться к центральной, что сейчас будут открывать. И все. А где проект? И будет и на вашей улице праздник? Будет, должен, по идее. А сейчас невозможно. Вода черная. Это просто люди травятся и все. На технической. Даже, наверное, и стирать хозяйки обижаются. Глава заверил, что вопрос с улицей Меусской на контроле. И пока не будут приняты кардинальные меры, водоканал будет делать сброс воды. Галина Запорожцева, Сергей Лодочников, телекомпания «Премеусе». Подведены итоги конкурса «Меусская волна». Они будут объявлены на галоконцерте 13 декабря в районном Дворце культуры. Компетентная жюри рассмотрела работы конкурсантов и резюмировала, что уровень «Меусской волны» необходимо повышать и более тщательно относиться к приему работ. Они должны отвечать определенным требованиям. Как ни странно, было представлено очень мало фото работ, а ведь фотографией увлекаются очень многие. Может быть, тема конкурса не вызвала особого интереса, хотя юбилей района и освобождение района – два очень знаменательных события. Жюри вынесла свой вердикт, и скоро мы все его узнаем. Будет ли конкурс продолжен в следующем году по новым правилам, также в недалеком будущем решит Оргкомитет. Сергей Зыков, Сергей Лодочников, телекомпания «Премеусе». За оскорбление полицейских в Матвеевом Гургане был задержан 40-летний местный житель. Когда стражи порядка попытались его арестовать, дебошир разорвал на себе одежду, оголив интимные части тела и пытался скрыться. Когда же полицейские скрепили его руки наручниками, задержанный стал публично оскорблять их нецензурной бранью. Спустя сутки, протрезвев спецприемники Таганрога, мужчина пожалела содеянным, однако отвечать за поступок все же придется. За оскорбление представителей власти в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. А сейчас коротко о других событиях минувшей недели. В Матвеевом Гургане состоялось торжественное открытие нового здания Росреестра, которое находится на улице Комсомольской, 84. На открытии присутствовали заместитель руководителя управления Росреестра Николай Воробьев, депутат Законодательного собрания Ростовской области Владимир Гребенюк, глава района Александр Рудковский. Гости поздравили начальника отдела Владимира Орлова и весь его коллектив с новосельем. Этого события сотрудники и жители ждали давно, ведь раньше отдел располагался в стесненных условиях. Теперь все изменилось, и сотрудникам стало работать комфортнее, и посетителям будет значительно удобней. На праздничный огонек, посвященный Дню Матери, были приглашены многодетные мамы из сельских поселений Матвеево-Курганского района. Всех мам с праздником поздравил глава района Александр Рудковский, благочинный Матвеево-Курганского округа Иерей Игорь Миляев. Многодетным мамам вручили цветы и денежные премии. Работники Дома культуры подготовили концертно-развлекательную программу. В Центре детского творчества состоялась традиционная выставка конкурсных работ «Мир моих увлечений». В ней приняли участие педагоги из 11 школ, 3 детских садов, школы-интерната и Центра детского творчества. Формат конкурса не ограничивал авторов в творческом выборе художественно-выразительных приемов. Работы выполнены в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Среди критериев, по которым они оценивались – качество художественного исполнения, оригинальность замысла и эмоциональный настрой. Это были итоги недели. Смотрите наши новости и вы первыми узнаете о событиях в районе. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok